В Кирове 13.07 начинается программа «Особые мнения». Я приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии Виталию Браму, общественнику, активисту, координатору проекта «Делай дороги». Еще есть несколько ипостасей, в которых Виталий периодически выступает, но об этом чуть позже. Виталий, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Напоминаю слушателям, вы тоже можете участвовать в нашей программе, можете задавать вопросы гостю на нашем сайте. Для этого предусмотрена специальная форма. Ну и напоминаю, что все, о чем мы сегодня будем с Виталием говорить, можно будет переслушать, пересмотреть, а потом и прочитать на нашем сайте www.echokirova.ru, где теперь появляются и расшифровки программ «Особые мнения». Это очень удобно. Да, я думаю, да, мы все делаем для удобства наших слушателей. Виталий, ну вот, собственно, первая тема. Вчера вечером вы были на мероприятии, мероприятие называлось «Публичное слушание по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Кирова», но были вы там недолго. Это собрание на публичные слушания, потому что публичные слушания длится не менее двух недель. То есть в рамках этих слушаний приходится собрание, на которое люди могут прийти, пообщаться с чиновниками, с всякими заинтересованными сторонами, кто заявляет на какие-то изменения какие-либо. То есть там стриптная кампания были, ну много кто еще. Вот вчерашнее мероприятие, там было много изменений анонсировано на самом деле, но на сайте администрации найти их было очень сложно. Если бы не паблик «Встроим Киров», да мы бы не знали, что там завтра будет обсуждаться. Именно поэтому я оттуда и ушел, собственно говоря, потому что тратить свое время, оно достаточно дорого для меня и для многих других людей, тратить время на непонятных мероприятиях, где понятно, что происходит, потому что когда тараторят, когда женщина-чиновник говорит, зона ЖБ-3 переходит в зону Р-2, и очень быстро это ЖБ-3, Р-2, там С-5 и так далее, и при этом на маленьком экране видно картинка, где желтое пятно и оранжевое пятно, ну ничего не помятно. То есть мы еще в 15-м году, даже в 14-м году мы вместе с Народным фронтом, замечательной организацией, значит, да, которая возобновляет президент нашей страны, готовили в свое время предложение по изменениям к формату приведения слушаний, чтобы они были более открытые, чтобы информирование было, были по месту. Даже можно зачитать, вот с 15-го года, у меня на сайте висит такие позиции, да, прописанные, обеспечить широкое информирование общественности города Кирова о правдивых публичных слушаниях. То есть вчера общественности не было, значит... А кто был вчера? Вчера было примерно, может быть, 2-3 ярких представителей общественности, то есть был я, был Костя Сичехин, еще пара человек, была Таня Веселова, замечательный депутат в городской думе. Ну, были заинтересованные лица, опять же, средней компании, были чиновники, ну, в принципе, и все. Обычные жители там были? Сколько было человек всего? Наверное, порядка 15-20 человек. Может быть, там 1-2 человека там и были, какие-то... Я их, на самом деле, не заметил. Ну, это не тот формат. Была огромная повестка, да, то есть... Понятно, что эта повестка касается огромного количества человек. Там заявлялись изменения, насколько я помню, по микрорайонам Знак, по микрорайонам Чистые пруды, была история с территорией, бывшей территорией завода Крин, да, где непонятно, каким образом все будет происходить, и что там будет со сторожкой, да, и при этом 15-20 человек присутствующих. Вот так вот все происходит. То есть показатель, либо это сделано намеренно, я думаю, это сделано всегда было намеренно, еще при Быкове, а при Перескопе намеренно никто не информировался, никто не знал никаких слушаний, вообще никогда, и все чиновники, этот же Быков всегда говорил, так никто не пришел, мы приезжали, как мы решили, да. Ну, когда мы стали ходить, вот, в тот период времени, там, 14-15, снимать на видео, рассказывать людям, люди стали приходить. Но почему сейчас вот опять какая-то вот странная форма, да, то есть, к чему? Либо это невыгодно власти, чтобы люди приходили и участвовали в реальных каких-то вещах, да. Либо людям наплевать. Либо людям наплевать. Людям определенно огромное количество наплевать, потому что нет времени банально, они не думают, что это важно, то есть не считают. То есть тут тоже нужно работать с обществом, нужно объяснять им. А для этого есть все механизмы, я уверен, что есть бюджеты на это, прекрасные бюджеты, чтобы все проводить широкий спектр мероприятий, чтобы привлекать людей. Нам все говорят, правительство, РФ, президент, все яркие представители нашей страны говорят, что давайте вовлекать общество в процесс принимаемых решений власти. А на деле, что происходит? Безусловно, есть подвижки, глава администрации сидят с общественниками, обсуждают сферы год уже, да. До этого тоже обсуждались, сколько лет, да. А сейчас мы говорим про это слушание. То есть формат, он, конечно, требует изменений. Они все прописаны, совсем понятны и очевидны. Поэтому вчера вот мне в телеканале я про это написал и хотел бы здесь повторить, что огромная просьба к уважаемому Еле Вячеславовичу Шугину заняться отдельно этим вопросом, взять на контроль. Предложения я, наверное, вам тоже Еле Вячеславовичу скину отдельно, которые мы прописывали все время, то есть можно их обсуждать. И все можно изменить. Более того, когда я прихожу, я вижу там женщину, которая в юридическом деле, которая раздавляет, и активно защищала на протяжении двух-трех лет в судах компанию «Экзорс» и администрацию города, лица Бэкаванка, который продавал Парк Победы. И она сидит, как ничего не бывало, до сих пор на своем рабочем месте. Ну, мне уже тогда стало не по себе. А вчера, напомню, по Парку Победы обсуждался вопрос передачи вот этого самого участка, точнее, изменения его статуса. Со статуса, где возможно жила и застройка, в статус, где возможно строительство только образовательных учреждений. Кто-то понял, что там наоборот, потому что там, по-моему, уже изменено. Кто-то понял, что там вообще в целом, включая тот участок, где компания СССР строит дом, что, на мой взгляд, вообще, во-первых, строится нарушение. Мы вспомним, то есть, зам главы администрации, который подписал разрешение на следствие, не мог это сделать, потому что там нарушены были процедуры. Он привысил свои государственные полномочия, мы обязательно напишем в следственное комитетное, и привлечет к этому внимание, опять же, то есть, в будущем, на следовом. Ну, вот так вот, то есть, требуют изменений. Формат требует, надо менять. Приглашение надо менять. Рассказывать. Вот вчера я что просил? Говорю, Ирина Васильевна Рубцова, неужели так трудно выложить вот вашу презентацию, вы нам показываете, показываете и параллельно рассказываете. То есть, она была в понятном виде, эта презентация? Более-менее понятная. Вы выложите ее на сайт заранее, чтобы мы могли посмотреть заранее, понять, чё к чему. Неужели трудно? Сходи ссылаться на какое-то управление информатизацией, что-то такое, как бы это вопрос решается за 5 секунд. Включается сайт, какая-то форма у него, загружается туда на страницу, ссылка на файл, либо ссылка на файл, и всё хорошо. Я говорю, хорошо, вы можете мне скинуть сейчас на почту, mail, салатабрам.ру, скиньте мне сейчас на почту. И я выложу. Я просто посмотрю, открою эту пересылку, что там не видно ничего у вас, маленький экранчик. Так можно, можно что-то забрать. Ну, к сожалению, так всё замялось, никто ничего толком сказать не мог. Я вот свои предложения в протокол попросил внести и сразу ушёл. Потому что тратить время на мероприятия считал неверным. Ну, возвращаясь к Парку Победы, всё-таки было, я так понимаю, принято решение вчера представителями и общественности, ну, теми, кто остался, на вчерашних публичных слушаниях, на вчерашнем собрании, о том, что меняется статус территории в Парке Победы, вот этого участка в Парке Победы, на застройку именно образовательными учреждениями, да, а дело Парка Победы между тем продолжается. Сегодня утром портал Ньюслер написал, что прошли обыски, прошли обыски у начальника департамента муниципальной собственности Натальи Мамедовой, причём, видимо, дома, на работе её не было. Нашим коллегам сообщили, да, что она на больничном, и вот факты обысков не подтвердили в администрации, неизвестно что, да, и ещё одни выемки документов прошли накануне вечером в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта. И ту и другую историю ты у себя репостил, вот, я так понимаю, что есть что сказать по этому поводу. Про парк? И про парк, и про ЦДС. Про парк уже очень много говорили, всем, очевидно, вот любого спросителя жителя города на улице, он уже знает, что, во-первых, парк украли, продали за 300 тысяч, да, знает, что происходит в процессе. Виталий, вот здесь непонятно, зачем обыски, потому что администрация города заявляет о том, что они готовы сотрудничать со следствием, и Шульгин это подтверждал, и говорил о том, что наоборот, хорошо, что пришли, всё посмотрели, всё забрали и разберутся. Прекрасно, да, я уверен, что Шульгин готов на все обыски у этих замечательных людей, которые возлагали там всякие управления, которые позволяли там происходить, молчаливо, сидели, может быть, да, соучаствуем, может быть, как говоришь, вот эти вопросы, то есть, ну, следствие разберётся, кто там... Ну, сейчас-то они сотрудничают со следствием, зачем же так жёстко? Ну, откуда мы знаем? Ну, это уже, ну, не ко мне вопрос, то вопрос к тем, кто проводил обыски. Я думаю, что нужно проводить, благодаря этим людям, той же Мамедовой, прекрасная женщина, собственно, прекрасно вся выглядит, на мой взгляд, то есть, говорит какие-то вещи... И специалист хорошая она была в этой истории, да. внятный, хороший специалист, но мы же понимаем, что она возглавляла управление по имуществу, то есть, департамент муниципальной собственности, или муниципального имущества, как-то так он называется. Вот всё, собственность имущества, которое было украдено, либо каким-то образом выведено за период там управления Владимира Васильевича Быкова, ну, она в этом каким-то образом участвовала, мы же понимаем. Без её ведома... Ну, как минимум, она подписывала по уровню. К минимум, она знала, наверное, как максимум подписывала документы, и как ещё максимум-максимум, наверное, она вообще-то может приучаствовать, да, может быть, опять же. Ну, мы делаем при положении, человек молчал, молчал, почему? Ну, давайте поищем. Пусть поищут ребята, пусть работают, прекрасно, молодцы, спасибо вам, дорогие силовики, огромное спасибо. А нет ощущения, что создаётся видимость какой-то работы, а в итоге вся эта история пшипом закончится, и никого не накажут, как предполагал у нас в прошлый раз, на прошлой неделе Азия Сагаев, да, что стрелочники, условно говоря, найдутся, а основные фигуранты нет. Вполне возможно, ну, наблюдаем. То есть, я человек не кровожаный, мне абсолютно не важно, сядет быков, не сядет быков, вот честно говоря, да, то есть, он уже наказан судьбой, то есть, ну, я смотрю на его поведение, на его настроение, на его внешний вид, на его детей, если посмотреть, всё понятно становится, человек уже наказан, ну, высшими силами, ну, и все под ними ходят, все ходят под Богом, да, то есть, ну, я уже как-то говорил, либо в рай идти, либо в ад идти, мы тут живём очень короткий промежуток времени, дай бог 70 лет проживём, да, то есть, что дальше, большой вопрос, то есть, куда человек идёт, и какую здесь свою себе жизнь выстраивать, даже имея материальные блага, довольно неплохие, да, то есть, а сейчас летом, Владимир Васильевич, вы счастливы? Ответьте себе на вопрос, нам не нужно, мы это всё понимаем, как вы, да. ЦДС. ЦДС, компания, странная, опять же, муниципальная компания, на мой взгляд, все муниципальные компании в этот период времени, там просто выпиливалось бабло, вот, на мой взгляд, во всех муниципальных компаниях, вот, по моему субъективному мнению, я посмотрел, на что происходило в УК, Ленинского района, кстати, возглавлял, который Дмитрий Никулин, хороший друг, Рыболовлю, который возглавлял ЦДС, да, какие-то есть положительные моменты, приложение с Густиной, да, работают. Умные остановки появились. Умные остановки появились. Количество какого? 5-5-6? Ну, я, честно говоря, да. Где-то так, да. Меньше 10. Приложение, посмотрим, сколько было потрачено на это приложение. А может быть, компания Яндекс дать? Ничего тратить не надо, да? Ну, как-то договориться, может быть, так, какой-то там другой вид взаимодействия. Какая-то там частная компания, пусть за свой счет делает, чем мы муниципальную компанию вот эту какую-то сделаем. Там при ней была учреждена там компания электронной проездной, как раз, которая собирала деньги, там, обеды и все прочее. Я уверен, что вот эта компания, как раз-таки ООО электронной проездной, вот там кроется очень много всего интересного для следствия. Там проводились везде обыски, везде. Я думаю, что следствие разберется, что к чему. То есть там, на мой взгляд, по каким-то слухам, которые ходили в городе, они чуть ли не деньги под процент не давали, которые собирали с автобусных за проезд и все прочее. Более того, компания ЦДС, вот то, что я точно знаю и помню, потому что я довольно плотно занимался, занимаюсь, продолжаю, то есть просматриваем компанию Калининского района, мы неравнодушны к этим сотням, тысячам человек, которые находятся одними в какой-то зависимости, потому что управляют большим количеством огромным, крупнейшая в ПФО компания управляется непонятно как, до сих пор, не понятно кем, кстати. Так вот, компания ЦДС в период времени обслужила приборы учета общедомовые на жилфонде у Калининского района. Самое интересное, я знаю точно, что она с всеми обязательствами не справилась с государственностью, и после этого это обслуживание поверх, в том числе, прибора, то есть, а это вопрос денежный, очень, во-первых, от этого зависит, сколько будут начислять энергетики, наши ресурсы, замечательные, опять же, выдающиеся по платежам, в первую очередь, в качестве компаний. По нашим подсчетам, как раз это неразбериха с тем вопросом, кто обслуживает приборы учета, вообще-то, привела к тому, что у Калининского района мы, с вами, завели в долги на суммы превышающие 100 миллионов рублей. это выдающиеся наши руководители, депутаты, бравые, которые бьют все в руки, которые спасали правильщикам Банни, там, то есть, много чего спасали, но спасали, да. Так вот, ЦДС эти приборы обслуживала, какое-то там денежки получала, да, то есть, но, по моей информации, не справилась абсолютно с своей работой, и после этого они, это банда, я именно так буду ее называть, банда Быкова, дивизия Быкова, новая, новая эта фраза, дивизия Быкова передала своему другу Уликину, который вызовляет Центр общественного контроля в ЖКХ, во время обслуживает приборы учета, но, по моей, ну, мнению субъективному, лоббирует интересы компании управляющих, ресурсников и все прочее. Правильно формирует общественное мнение долгие годы, опять, недостойным, по моему мнению, человек в общественной плате. Так, мы всех зацепили, Виталий, я прошу прощения, мы сейчас перерыв должны сделать на полминуты, немножко уже подзадержались, Виталий Брам в нашей студии, вернемся. Виталий Брам, общественник, активист, координатор проекта «Делай дороги» в нашей студии, мы продолжаем, ну, вот еще чуть-чуть про ЦДС и перейдем к следующей теме. Да. Про ЦДС, там, завершить, на мой взгляд, такая же была конторка по отмыву денег. Что значит, была, она есть еще. И сделала много полезного, как мы выяснили. В тот период была, сделала что-то полезное, но, на мой взгляд, была такая же, как и все остальные муниципальные предприятия, контора по отмыванию денег. То есть, через МУПы отмывались каким-то образом деньги, в том числе бюджетные, в том числе деньги населения. Это вообще какая-то невероятная глупость и абсурд, но вот это происходило в нашем, и, возможно, происходит. До сих пор. Нужно смотреть, да, то есть. И, опять же, передаю лучи поддержки нашим силовым ведомствам. Мы за вас радеем, мы на вас надеемся. Как вот сейчас, пошли вопросы, что вы не сможете никого наказать, я уверен, что сможете. Вы молодцы, у вас все рычаги власти есть, все возможности. Ну, покажите уже, дайте людям это вот. Ну, народ просит крови, ну, дайте им крови. Не надо. Не надо крови. Мы это, мы утрируем, а то нам напишут там заявление особо выдающиеся юристы, которые с головой не дружат. Мы, как это назвать, субъективное мнение, и все прочее, прочее, прочее. Мы требуем справедливости, ну, не кровожадное, ну, делать свою работу, покажите, что вы молодцы, мы вам скажем спасибо. Это будет прекрасно. Окей, ну, посмотрим, как тема СЦДС будет развиваться. Пока, я напомню, в прислужбе МВД не комментируют вопросы, связанные с обысками. Я надеюсь, что в течение дня все-таки информация появится. Виталий Брам, общественный активист в нашей студии. Ну, вот, в комфортной городской среде, наверное, мы перейдем. Я, насколько понимаю, есть определенные мнения, которые, видимо, укрепились после вчерашнего собрания в рамках общественных публичных слушаний. по поводу того, как создавать эту самую среду в нашем городе, на какие средства, на что нужно в первую очередь обратить внимание и прочее, и прочее, и прочее. Виталий. Ну, смотрите, первое, что хочется сказать, то есть у нас в целом про среду. Среда пока что все еще не вышла на тот уровень, в котором хочется жить. Первые попытки, вот эти шаги за два года для того, чтобы привести дорожную сеть более-менее в порядок, они сделаны прекрасно, но только сделать дороги, которые, к сожалению, продержатся не так долго, когда хотелось бы, этого, конечно, мало. Многое привести мероприятие по безопасности. Программа безопасное качество дороги пока что не обеспечивает безопасность в Европе никак, если не сказать, что наоборот повышается. Смертность по статистике. А, это потому что по хорошим дорогам люди гоняют? Люди гоняют, то есть нужно, конечно же, обращаться к тому опыту, мировому опыту, опыту города Москва, прекрасно, который его используют, приводит себя в порядок, то есть насколько я знаю, вот ребята у нас выдающиеся урбанисты, Анатолий Курбатов, красивый, Игорь Багин, те, или бы привести прекрасного урбаниста в Москве, который бы рассказал, как надо бы делать. То есть это было круто. Мы вам попробуем помочь тоже всем и поучаствовать в процессах. БКД, большая федеральная программа, еще одна федеральная программа, комфортная городская среда. Которая намного больше претензит у меня, чем к БКД, по одной простой причине, потому что, если взять, допустим, 2017, прошлый год, на программу, на область было выделено 379 миллионов рублей, из которых большую часть... В Кирове, по-моему, там 200 с чем-то было, да? Основная часть, конечно, осталась в областном центре. Ну, возьмем в общем, то есть 300 миллионов округлим. Из них мы отремонтировали 222 двора, частную территорию, еще раз. За год? За год, за прошлый. 26 общественных территорий, в Кирове, по-моему, 67 дворов было отремонтировано в 17-м году. Вопрос в том, что мы значительную часть этого бюджета в 17-м году, это две трети, потратили на частную собственность, еще раз. Бюджетные средства, наши общие, мы потратили на маленькую часть частной собственности, которая есть в нашем городе. Ты имеешь в виду дворы? Дворы. Я рад. А почему частная собственность? Далеко не в каждом доме все собственники квартир частные. Мы же понимаем, что есть и муниципальные жилищи. Давайте, ну, ну, хорошо. Давайте, посмотрим на, вот, еще немножко там дальше утрируем. Вот, то, что находится во дворе, это, по идее, собственность жильцов, да? Конечно, более того, там, кроме тайного, многие дворы вообще муниципальные у нас. Нужно проводить определенные процедуры, чтобы они были частные, да? То есть, ну, это... Не прирезанные участки к дому. Да, ну, как бы, это второй вопрос. Мы понимаем, по логике, по здравому разуму, если мы к нему обращаться, хотелось бы, по чаще, чтобы обращались наши чиновники. Дворы собственных жителей. Дворы собственных жителей. В это время мы замечаем, что у нас в городе практически нет нормальных тротуаров, практически нет скверов. Долгие разговоры идут, есть инициатива прекрасная по созданию скверов, но упирается, в принципе, в бюджет в основном, мы же понимаем, То есть, где взять денег, чтобы сделать там ремонт, благоустроить сквер, даже маленький, нужно как минимум миллион. Это вообще, если ужажется, да? Есть проект трех скверов, прекрасный проект, давайте их реализуем в следующем году, да? То есть, как их реализовать, где взять денег, опять же? Главное, главный вопрос. В программе комфортная городская среда. Если в 17-м году было требование от стороны федерального правительства, министерства, да? То есть, то сказалось, что две трети необходимо было сделать дворовых территорий, видимо, выборы были. Мы пережили, слава тебе Господи, пережили все эти выборы, давайте поживем, что-нибудь хорошее сделаем, поработаем, да? То, насколько мне известно, при моих консультациях, в том числе, в органах власти, на разном уровне, сейчас, все одно, на 18-е годы уже, именно распределение средств на уровень муниципалитета. То есть, как решит муниципалитет? Смотря города Кирова, администрация города Кирова решает, сколько денег отправить из федерального вот этого транша на дворы, сколько отправить на общественное пространство. Это важно еще с какой-то точки зрения. Если брать в Киров, ну, я думаю, это порядка 5000 дворов. Мы отремонтируем до 2022 года порядка 200, может быть, 250. Какой процент? Ну, 60-70 дворов в год, да. Какой процент от 5000? Ладно, от 3000, которые требуют ремонта? Очень маленький. Очень маленький. Ну, я думаю, что, может быть, будет и больше, конечно, чем 200. Ну, возьмем так, для круглого 300 возьмем из 3000 дворов. Десятая часть. Ну, десятую часть отремонтируем. Ну, остальные как? Они почему-то не отремонтированы. Деньги-то общие. Может, программу продлят. Деньги-то общие. Может, программу продлят, Виталий. Так мы, сколько будем ждать этот коммунизм-то? Есть частная собственность, априори, за ней должны следить жители, собирать деньги, коммунировать средства, привлекать кредитные ресурсы, завершить компанию, что угодно делать, ну, отремонтировать свою собственность. Вот, у меня есть там частный дом, да. Я сам решаю. Давайте мы на мой частный дом пустим программу федеральную. История следующая. Если речь идет об установке детской площадки или оборудовании цивилизованной парковки, тут вопросов нет. Действительно. Пусть жители каким-то образом вкладываются, ППМИ, какие-то еще программы, все что угодно. Асвальт положить. А почему это жители? А чьи? Это если их двор. Вот смотрите. Давайте так. У меня есть дом. Так. Недалеко от города. Давайте на мой участок. Мне нужно положить брусчаточку. Хочел бы мне хорошую террасную доску. Тут было, наверное, производство. Мне очень понравилось качество террасной доски. Стоит порядка, по-моему, трех тысяч за куб за квадратный метр. Давайте на мою частную территорию, которая находится в черте города, кстати, положим эту замечательную террасную доску в мой двор. Но это жирно будет очень террасная доска. А если мы посмотрим на масштаб, немножко отдалимся, то каждый двор это немножко жирно, если вам тратить общие деньги. Потому что, ладно бы, если у нас были все скверы отремонтированные, благоустроенные, и все там тротуары отремонтированные. Но в тех условиях нужно выставить приоритеты. Приоритеты сначала на общественное пространство, на парки и скверы. Затем, если у нас будут деньги, а я уверен, в нашей стране будет много денег когда-нибудь, давайте мы сделаем всем все за счет бюджета. По идее, так и должно быть в нашей богатейшей мире, стране. Столько ресурсов, столько нефти, газа, изумрудов, или чего угодно. Я с вами тоже делаю им сами. Да, но и дело в том, что, более того, мы же говорим, а почему у нас так слабо активное общество? Второе, когда люди понимают или поймут, кто-то уже понял, что их двор это их двор, их мир не заканчивается при закрытии двери в квартиру, поймут, что во дворе нужно бы для себя облагородить, они поймут, что давайте это сделаем, соберутся маленькой группой и потом оставят шире, соберутся, локальные сообщества будут взаимодействовать. Именно эти локальные сообщества будут двигать развитие страны, потому что дальше из этих сообществ будут двигаться делегаты, дальше в эти руководящие органы, представительные органы. Вот так система выстроена во всем мире. Мы сейчас наоборот эту систему, которая работает в мире, мы ее гасим. И растим, и растим. Вот вам, вот он, с барского плеча 200 дворов за 5 лет из 5000 дворов. Ну это глупости какие-то. Растим потребителей, ты хочешь сказать, да? Не граждан. Не то, что потребители, даже в этом плане, если тот двор, который человек живет, каждый день приезжает, это как-то шел по юго-западу, там длинный, длинный, большой дом, там 10 подъездов, корабль такой, 10 этажей. Жителей много. Жителей много, у Калининского района, по-моему, там замечательные. Ну, достаточно большое количество в этом доме, да, то есть я смотрю, стоит там автомобильный, автопарк стоит там, 7 миллионов, 5 миллионов, 3 миллиона, 2 миллиона, машины, хорошие, по стоимости. Хорошие автомобили, прекрасные, значит, там люди понимают, что нужно себя проявлять, проявляют, но стоят они в абсолютно не простите. Ну вот двора нет, все грязно, все раздолбанно. Советское время построено, наверное, все раздолбанно, благополучно. Но вот они должны понять, что это их двор, саккумулировать средства, сказать, управляющие компании, давай-ка мы создаем какой-то отдельный спецчет, на котором... Фондик маленький, да? Фондик, да, на котором мы в течение года будем аккумулировать какую-то, ну, незначительную сумму средств с каждой квартиры, да, какую-то, ну, на которую договорятся. Ну, незначительная потворяется, на которую договорятся. На которую договорятся. Вот сколько рядовая кировская семья, на твой взгляд, без ущерба для семейного бюджета, может на такие цели выделить. Разные люди, разные семьи. Понятно. От 50 рублей до 1000 рублей. А кто будет решать? Общее собрание. Общее собрание. Общее собрание. И самое главное... Мы заканчиваем? Да, да. Ну, вот самое главное, это все понимают, все, с кем общался, из горной власти. Мэр нашего города, замечательная, Елена Ковалева, если проговаривал это все. Так, что говорит Елена Васильевна? Она тоже понимает, она тоже понимает, то, что происходит неверно. Давайте мы сделаем... Кто должен принять решение? Депутаты городской думы, в первую очередь. У нас есть представители наши, представители, и там есть, ну, если немного, то... Предложения кто может вынести? Предложения может вынести любой, наверное, человек. Да любой человек может к нему прийти, к депутату, и давай сделаем. Ну, это я избираюсь сделать. Мы сейчас там готовим, прописываем предложение с отсылками на нормативную базу, на наше предложение, описываем чиновничьим языком, и... Предложение будет внесено? Предложение будет, да. Вот тут приезжал когда-то архитектор, который входит в рабочую... Сроки какие, Виталий? Я бы хотел, чтобы со следующего года мы уже не ремонтили участок. Давайте оставим там транзитные дворы, через которые есть там поток людей. Ну, как это логика, давайте включим, законы логики в мире работают. Давайте оставим там 5-10% на дворы. Давайте, хорошо. Давайте большую часть пустим на ту территорию, которую пользуются абсолютно все, потому что среда комфортная для всех. То есть, и тут приоритет первый, сначала на те территории общественные, общие, а потом уже, если у нас будут деньги, давайте мы будем давать деньги на частную собственность. И более того, это даст толчок жителям, ну, для понимания, то есть, все-таки, ну, двор, он свой. Управящая компания, которая на тебя работает, дует с тебя деньги, она там, ты ее нанимаешь, ты за ней следи, как бы, ты ее толкай, меняй ее, если нужно, на другую. Никого не находишься, давайте СЖ, если крайний случай, то есть, ну, вот так вот. А по-другому никак. А сейчас мы этим всеми действиями гасим, в том числе, такая активность добрая и полезная. Виталий Брам, общественник-активист, с предложением переформатировать программу формирования комфортной городской среды в нашей студии, у нас две минуты рекламы и вернемся. Виталий Брам в нашей студии, координатор проекта «Делают дороги», сейчас к дороге мы перейдем, но Виталий еще работает в группе общественного контроля. Или группа работает у него. Группа работает у Виталия, или Виталий на группу, сейчас разберемся, да. Группа общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. И вот у меня вопрос какой. Я бы хотела выяснить все-таки перспективы этой группы, потому что, ну, не секрет, группа была создана в свое время при Общественной палате Кировской области. На прошлой неделе утвердили новый состав общественников, которые будут работать с октября, с конца, по-моему, да. И в Общественную палату не прошел руководитель рабочей группы Константин Сичихин, что для нас, конечно, было удивительным, поразительным. То есть непонятно было так человек, который много работал, много дел не прошел в новый состав. Виталий в Общественной палате тоже не состоит. Я так понимаю, что очень многие активные члены рабочей группы там не состоят. Там всего один или два члена. Не очень понятно, как будет работать сейчас группа при Общественной палате, если там нет никого из Общественной палаты. Объясняю. Во-первых, что есть группа? Группа — это инструмент. У нас есть проект «Дело дороги». Это первично. У нас есть сообщество людей. Это первично. Группа и палата для меня — это инструмент. То есть, да, мы используем палату как инструмент. Так и должно происходить. Мы, люди общества, используем палату как инструмент, который нам дарован. То есть, законодательством, системой, выстроением и все прочее. Поэтому я не вижу никаких проблем абсолютно с тем, что Константин Сергеевич не вошел. То есть, ну, как бы, ну, не вошел, да, то есть. Более того, хочу сказать, то есть группа, насколько я помню, все же, если вам задаваться в этот регламент, если смотреть, может поздравлять не члены палаты. Готов, вызываетесь, если будет, должно, да, то есть. У нас подсменились там три-четыре руководителя, ничего страшного. В ней обязательно должны присутствовать члены общественной палаты? Или это не обязательно? Надо посмотреть. На мой взгляд, ну, если обязательно, то там будут члены палаты. Там в любом... У нас в этом составе палаты все равно есть какое-то количество образумительных людей. Группа при общественной палате продолжит работать и с этим составом? Ну, пока, скажем, не готов, потому что в свое время, во-первых, да, то есть, во-вторых, мы сейчас активно думаем, как будем развиваться дальше, то есть, мы понимаем, что мы за два-три года деятельности, в том числе в составе рабочей группы, и провели системный анализ, выявили системные ошибки, написали свои предложения, чтобы эти проблемы решить, да, то есть, группа, на мой взгляд, свою работу выполнила. Бегать по объектам ремонта я не буду. Я в этом году уже практически там не был во время проведения. Я что-то дурак. У нас есть служба заказчика, служба контроля, да, вот мы все бегают, да. А мы скажем, что вот тут у нас проблемы. Вот такие есть пути решения, на наш взгляд. Идите, работайте. Не хотите работать, идите к чертой матери, поставим других, да. Кто-нибудь встанет на ваше место, который будет работать. Ну, в любом случае, да. У нас там новая администрация города, которая подает надежды вроде бы, да. Пусть работают прекрасно. У нас новый ДТХ подает надежды. Это не Менькин, да. Это хорошо. Хорошо и вызывает, как бы, и положительные чувства, и тревогу. Ну, потому что, чем более компетентен человек на этих местах, где идут потоки денежные огромные, тем больше шансов что-то сделать не так, то есть, не пользоваться. Но я надеюсь, что такое не происходит, да. Очень сильно надеюсь. И верю, что все будет хорошо. То есть, еще раз говорю, рабочая группа для меня лично, да, то есть, это инструмент, с помощью которого я там реализую там те или иные свои проекты, задумки, мысли и все прочее, да. Работает она при палате или вне палаты, неважно. Неважно, то есть, даже если группа прекратит какой-то там причине своей деятельности, ну, допустим, не сойдемся во мнениях там с руководством палаты снова, да. Ну, кто его знает, что там будет происходить. Ну, мы с ним другую рабочую группу при другом органе, например, да, ну, допустим. Главное, чтобы ваши полномочия не урезали при этом, понимаешь? Да никто не урежет. Полномочия гражданина даруются Конституцией, здравым разумом и божественным провидением. Вот, да, в Библии все написано. Вот, Виталий Брамов обнадеживает просто. Псалом 36, читайте, там все написано, что надо делать, что не надо делать, что будет происходить с теми, кто делает правильно, а что будет происходить с теми, кто будет делать неправильно. Это Владимир Быков, отдельные пожелания почитайте, пожалуйста. Еще один привет Владимиру Васильевичу. Три минуты у нас остается, есть еще два вопроса. Первый вопрос касается референдума по поводу повышения или не повышения пенсионного возраста в Кирове зарегистрировали подгруппу по проведению референдума ТАСС. Сообщает, в нее вошли 133 человека. Прочих подробностей пока нет, но зато известен вопрос, который планируется вынести на референдум. Поддерживаете ли вы, это я сейчас цитирую, поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен. Что? Это вот вопрос. Приходишь ты на референдум, а там, значит, бланк. Таким вопросом. Поддерживаете ли вы? И два варианта ответа. Да и нет. И надо куда-то галочку поставить. Ой, да абсолютно не важно. Да абсолютно не важно все это. Абсолютно не важно. Слушай, у нас люди наоборот не ходят. Как референдум вообще? О чем мы еще разговариваем? Все-таки повышение пенсионного возраста касается всех. Тут, наверное, всех выйдут. Как вот Владимир Владимирович решит, так и будет. Он же сказал, что мне не нравится. Выйдет, скажет, не 7, а 5. И все мы похлопаем в ладоши. Виталий, вот у меня вопрос. Хорошо, пусть проводят. Есть активные люди. Такая сложная формулировка. Есть активные люди. Люди эти активные. Кто там? КПРФ? Они даже на выборы людей привести не могут. Какой референдум? Чертая матери. Какие люди? Прошли столько этих каких-то митингов, непонятных абсолютно, никому неинтересных. Все сломано. Будет так, как будет. Повысят всем нам пенсионным возрастом. Повысят. Подожди, вот все-таки у меня вопрос. Профор Голиоов. Тебе непонятно. Людям понятно будет. Людям абсолютно непонятно. Все запутано, все специально, намеренно, надменно сделано и все прочее. Более того, вся пенсионная реформа, в кавычках реформа, потому что это не реформа никакая. У нас еще денег, сколько там? 730 миллиардов там? Судя по тем цифрам, которые промелькивают, у нас какие-то триллионы там приходят. Нефть у нас дорогая, мы там ремонтируем на Кубе какие-то там эти здания исторические, у нас все разваливается. Денег у нас много, и еще не знаю, для чего это сделано. То есть все понимают, что что-то там уже идет в будущее. Видимо. А в целом, вся пенсионная реформа, в кавычках, очень хорошая ширма для повышения НДС на два пункта. Вот это важно. Вот это никто не объясняет, не разговаривает, не обсуждая в том... Мы обсуждаем. Вы-то молодцы, но вот в общем потоке информации про пенсионную какую-то реформу, которая вообще непонятно, никто в пенсию не верит, никто, никто уже не верит в пенсию. Никто не верит, но работать на пять лет больше никто не хочет. За этой ширмой НДС плюс два пункта, ценники на 15-20% от 12-20% ЖКХ, тарифы бабац еще сверх того 738, что у нас какие-то люди приняли, не понятно, зачем, почему, для кого, еще сверху там хотят два раза увеличивать. Ну, вот так будет происходить. Ну, вот это реальность. И все эти референдумы, это все намеренно сделано. Все митинги, которые были у всех партий, все было намерено, чтобы всех запутать. Выпуск пара. Выпуск пара. Все, Виталий, мы должны завершаться. У нас есть вопрос. Дворы. Ремонтируйте дворы. Свои, сами. Есть вопрос от слушателя, не могу его не задать, как вы относитесь к благотворительности, спрашиваю. Прекрасно. Будете ли вы тратить на благотворительность деньги, которые вам платят ваши американские хозяины? Виталий. Хозяин, это все Обама. Как я его ненавижу. Вот сидит там, вот сидел, продолжая там всем руководить, ненавижу его. Вот как он скажет, спрошу сейчас его, вот так и будет. Но я уверен, что он скажет, насы в подъезде. Не тратники благодарю вас. Вот так. Виталий Брам, да, общественник, активист, координатор проекта «Делай дороги» в нашей студии. Мы с ним прощаемся. Виталий, спасибо и до свидания. Спасибо вам большое, да. Всего доброго.